Продолжение следует... Продолжение следует... Это не чтобы получить высокую нагрузку и от этого радоваться, а чтобы получить высокую производительность и не иметь проблем. Поэтому хайлоуд, конечно, хайлоудом, но это не то, чего мы хотим. Это нежелательная ситуация, от которой надо избавляться. Значит, вот что такое хайлоуд, если кто еще не видел. А люди обычно хотят получить другое, хотят получить хай-перформанс. Обратите внимание на эту схему на экране. Здесь кластер с двойным резервированием, тройным двухуровневым резервированием. Люди, которые эксплуатируют этот кластер, счастливы, довольны. У них хватает времени на развлечения. При этом система свою функцию выполняет. Вот должно быть так. Вот сразу пример такой. Когда на меня хайлоуд так первый раз серьезно наступил. Это был 2000 год, когда я работал в Рамблере. Олег Бунин, по-моему, тоже уже тогда работал в Рамблере. Это был такой август. Август традиционно тяжелый месяц для нашей страны. И как у нас там говорили в новостной редакции, подводная лодка столкнулась с Останкинской башней. Все помнят, что трагедия на подводной лодке Курс, когда больше ста человек погибло, она была огромным новостным поводом, и люди интересовались очень сильно этим. И интересовались они так. Идет спасательная операция, спасут, не спасут. Выживет кто-то, не выживет кто-то. И люди сидели в интернете и релоудили эту самую главную страницу Рамблера или страницу Рамблер-медиа, где ожидали, что выйдет какая-то следующая новость. И в тот же момент произошла еще одна большая авария, ну в том же месяце, скажем, через пару недель после того, как началось все это с подводной лодкой, произошел пожар на Останкинской башне. Это тоже относится к категории трагедии, потому что там тоже были погибшие, ну три человека там погибло. Но 16 миллионов страдальцев осталось без телевизора. А телевизор тогда был не только зомбоящиком, но еще и источником информации. И вот эти все люди, они тоже пошли в интернет, первый канал не работал, они релоудили первую страницу Рамблера или Рамблер-медиа и ждали, пока же расскажут что-нибудь про, во-первых, Останкинскую башню, ну и во-вторых, все-таки чем кончится история с подводной лодкой, удается спасти кого-нибудь или нет. Но мы знаем, что кончилось это для подводной лодки плохо, к сожалению, все там погибли. А команда Рамблера, она получила интересный хайлоудовский опыт на всем этом. На самом деле, из топ-100 этот график не настоящий, потому что настоящая данная потеряна, этот восстановлен по памяти и по картинкам. Но было примерно так, что когда обе эти нехорошие ситуации, они случились в выходные, и Рамблеру это несколько сгладило трафик. Потому что когда что-то происходит в субботу, воскресенье, да еще в августе, люди в основном заняты уборкой помидоров, засолкой огурцов, и не сразу узнают про новости. Поэтому график был не очень резкий. Но в принципе мы наблюдали там в течение дня рост на порядок или на полтора порядка иногда. И вот надо было при этом, чтобы все функционировало. Значит, железо тогда было, вот какое написано, значит, два пенсиума третьих, это слабее, чем у вас в телефоне сейчас. Это, тем не менее, обслуживало весь Рунет новостями. Вот на чем это все было сделано, да, поздресс уже тогда был. Ну, с помощью всяких аккуратных приемов удалось это дело разрулить, и Рамблер не падал. Хотя очень многие новостные агентства, другие тогда лежали. Ладно, значит, ближе к теме доклада. Значит, конечно, есть дисклеймер. Конечно, доклад мой не претендует ни на полноту, ни на глубину, ни на универсальность, потому что слишком широка тема. Ну, вот что-то интересное я постараюсь затронуть. Вот. Не надо думать, что всем поможет, если вы выполните ровно все эти действия. Это даже не совсем рецепты. Вот. Но это важные вещи, о которых нельзя забывать. Вот. И еще одна очень важная оговорка будет сделана в конце доклада на предпоследнем слайде. Такой вот вывод. Ну, поехали. Значит, с УБД всегда проблема, она занимает естественное узкое место, потому что там данные, там все сходится, все потоки там сходятся, там возникают локи. Это сложнее всего масштабировать. Вы не можете так просто взять, поставить 10 баз данных, и они не будут решать ту же задачу в 10 раз быстрее. Да, мы к этому стремимся, но вот, тем не менее, база данных всегда будет узким местом, где информационные потоки пересекаются. Это надо понимать, это надо объяснять. Жаказчикам, которые говорят, поставьте 10 инстансов, что вам мешает? Вот. Ну и поэтому, раз узкое место, его надо либо сделать не таким узким, то есть базу разгрузить, либо все-таки постараться разделить и его превратить в несколько узких мест. Большая часть доклада посвящена такой более простой теме с разгрузкой базы. Вот это краткое оглавление, сейчас мы по этим пунктам пройдемся. Конечно, раз база исполняет SQL-запросы, значит, надо про SQL-запросы, прежде всего, писать, подумать. Конечно, начинают люди с того, что оптимизируют SQL. И вот любят использовать в последнее время CTE, как они в Postgres появились. Но не все знают, что CTE — это барьер для оптимизатора. Делают так, что пишут CTE, with там, тролливали, отбирают туда всю базу, и потом where из этого селекта то, что им реально нужно, думая, что они сделали что-то вроде вьюхи такой большой, удобной, красивой. А вот нет. Значит, это не вьюха, это реальная выборка всего, она материализуется у вас в памяти, и только после этого делается основная часть запроса. В 12-й версии Postgres это изменится. Там по умолчанию поведение будет в ряде случаев другое. То есть это будет вести себя реально как вьюха. Но в некоторых случаях будет вести себя по-прежнему как временная таблица, которая материализуется. В каких именно, сейчас нет у нас времени это обсуждать, обратите внимание, в релизнотах там будет написано. И об этом же завтра будет в докладе Олега Бартунова подробнее рассказано. Временные таблицы. Люди, которые переходят на Postgres с других СУВД, они очень любят использовать временные таблицы. Кроме того, временные таблицы используются во всяких системах типа 1С и прочих. Но временные таблицы в Postgres реализованы довольно тяжелым способом. С этим связаны ряд проблем. Я к ним еще вернусь на следующих слайдах. Дальше ОРМ тоже всегда бывает проблемой. Опять же, прикладные разработчики любят ОРМ, потому что так проще, потому что можно не писать всегда SQL-запросы, а работать на более высоком уровне. А DBA, наоборот, ОРМ терпеть не могут, потому что они производят тяжелые запросы. Значит ли это, что надо отказаться от ОРМ? Ну, DBA скажет, конечно, выкиньте их все, зачем они? Но прикладной разработчик скажет, тогда мне придется втрое больше времени на это тратить и не останется на зарплату тебе, дорогой DBA. И поэтому DBA смиряются. То есть, ну, просто надо смотреть за этими ОРМами. Надо, во-первых, использовать такие, которые имеют возможность в случае чего подсунуть все-таки SQL, написанные вручную. Надо смотреть, какие запросы они генерят. Вот буквально в эту субботу, значит, пришел нам от заказчика запрос, где умный ОРМ просто несколько раз пишет там одно и то же несколько раз подряд. Ну, бывает. Вот. Но все это увеличивает нагрузку на СОБД. То есть, просто одни и те же действия там упитеряются, ушестеряются. Так получилось. Вот. Поэтому все, что генерирует ОРМ, обязательно надо проверять. И надо пытаться, надо брать такой ОРМ, на который у вас есть возможность повлиять и заставить его тот же самый запрос, может быть, сформулировать по-другому, более оптимально. Вот. Очень многие разрабатывают свои ОРМы. Я тоже делал это два раза. И, по-видимому, третий тоже, может быть, еще предстоит. Вот. Значит, хранимые процедуры примерно такая же холиварная штука. Некоторые их любят, некоторые нет. DB обычно нет. А программисты, особенно кто переехал с Oracle, иногда строят на них огромные совершенно системы. То есть, нам приходилось переводить с Oracle на Postgres, системы, в которых там пару сотен, тысяч строк. Вот. А вообще видеть приходилось системы, на которых несколько миллионов строк на PLSQL Oracle. И люди пытаются перевести это в Postgres. Вот. Хранимые процедуры хорошая штука, их использовать нужно. Даже с точки зрения Highload'а есть применение для них разумное. Это практически их изначальный смысл приблизить обработку к данным. То есть, то, что можно сделать максимально близко к данным, когда данных много, их не надо тащить на клиента, вот это как раз естественная область применения хранимых процедур с точки зрения Highload'а. Вот. Но с точки зрения бизнес-логики тут уже надо смотреть. есть какие-то аргументы за то, чтобы действительно бизнес-логику держать в хранимых процедурах. Одна из них это безопасность. Вы хотите там делать ограниченные API, контролировать безопасность ближе к данным, чтобы уменьшить количество мест, где кто-то нехороший может к ним пролезть. Например. Ну, да. Так что, по-видимому, хранимые процедуры будут, никуда о них не денешься, но надо понимать, что они тоже могут вызывать проблемы. Вот. И о чем хочется сказать здесь, какой язык быстрее для хранимок все уже знают? Кто считает, что C самый быстрый язык для хранимок? Да. Но на самом деле C самый быстрый язык для хранимок и еще SQL. То есть не PL, PG, SQL, а просто SQL. В том случае, когда хранимка на SQL может заинлайниться в ваш запрос, ну, может, то есть процедура на чистом SQL выглядит как вьюшка с параметром. Она может заинлайниться в ваш основной запрос, и тогда это будет как бы самый быстрый язык. Вот. Но на самом деле другие языки, кроме PL, PG, SQL, тоже надо рассматривать часто. Иногда они быстрее. Если речь идет о работе с данными, то там все равно все языки примерно одинаковые. Вот. Но такие языки, как PL-PERL и PL-PITON, например, позволяют организовать свое кэширование результатов запросов или кэширование планов или что-нибудь еще свое. Потому что в них есть, в отличие от PL, PG, SQL, глобальный контекст, в котором вы можете что хотите кэшировать, только смотрите, чтобы памяти хватило. Вот. PL-V8 тоже очень хороший язык. Его используют даже в очень крупных системах, скажу вам. Он интересен тем, что он быстро в вычислениях, просто как зверь, почти как Си. PL-V8. Ну, в скорости работы с данными они все примерно одинаковые. Вот. Другие есть PL-LO, а там PL-PHP, но я не знаю, зачем их использовать, если только в целях удовлетворения собственного фанатизма. Вот. Ну, всегда, когда вы работаете с храними процедурами, даже на PLP, G, SQL, смотрите внимательно на память. Не дай бог вам вернуть таблицу в миллион строк оттуда. Вот о временных таблицах, да, хотелось поподробнее рассказать. Здесь у меня три, по-моему, есть истории со ссылками, можете потом почитать. Там целый роман из письмок развертывается о том, как люди страдают. Вот, например, здесь описан случай один. Он кончился хорошо, кончился коммитом. Это было с нашим клиентом как раз, когда люди создавали-создавали временные таблицы в одной сессии, много создавали, но их не удаляли. Вот. Когда временные таблицы не удаляют, руками они удаляются автоматически в конце сессии. Вопрос, всегда или нет? Оказалось, не всегда. Может, не хватить ресурсов на то, чтобы удалить их в конце сессии. Вот. Так, собственно, и случилось, из этого пошли всякие проблемы, которые здесь описаны. Это уже поправили. Вообще, в один сессе приходилось встречаться со случаями, когда до тысячи временных таблиц в секунду создавались и удалялись. Вот. Это, конечно, экстремально большие нагрузки. Вот. Лучше так не делать. Здесь есть ссылки на еще две интересные истории. Последняя я даже вот здесь такую длинную выдержку из текста привел к тому, что уж больно красиво написано поэтично. Вот. Человек страдал. Он тоже создавал много временных таблиц. Суть была в том, что у него использовался какой-то connection-пуллер. Вот. И если в приложении сессии были короткие, прикладной программист думал, ну, нормально, создаю временную таблицу в конце сессии, она автоматически удалится, никаких проблем не будет. Вот. А у пуллера сессии были гораздо длиннее. То есть много коротких сессий клиентских отображалось в длинной сессии пуллера, которые, в общем-то, и не закрывались никогда. И временные таблицы там копились, 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 копились. Вот. Пока все не кончилось в раппы раундом. Да. Ну, бывает. Ладно. То есть с временными таблицами будем осторожны и будем их удалять лучше явным образом руками. Вот. Настройки свободы это, конечно, тоже целая тема. Вот. Ну, если кто не знает про шарит буферы в оргмем, то, значит, срочно читайте документацию. Когда мы сделали под Windows дистрибутив Postgres'а, который автоматически проставляет вот эти вот параметры, нам сразу начал приходить положительный фидбэк, который выглядел примерно так. Значит, качайте с дистрибутив с Postgres Pro, он там быстрее. Почему он там быстрее? Потому что он ставит шарит буферс автоматически, а не по дефолту. Вот такой вот простой хинт, но тем не очень полезен. Вот. Про maintenance work mem, особенно про возможность устанавливать его перед тем, как вы создаете какой-то индекс и там чуть-чуть побольше памяти под это получить, обычно народ забывает. Но такая возможность тоже есть. Вот. Автовакуум, я только упомяну, это тема целого доклада, в общем, его тоже надо настраивать. Есть еще ряд параметров важных, связанных со стоимостью тех или иных действий. Вот, например, random page cost, такой интересный параметр. Здесь ссылочкам вот можно прочитать. Хорошая статья и доклад с ПЖД, который был здесь в Питере года три, наверное, назад, про то, как люди правильно подбирали оценки этих параметров. Но на самом деле в будущем Postgres научится автоматически сам их подбирать, и уже тогда не придется об этом думать. Это будет достаточно скоро. Вот. Параллельность. Значит, в Postgres в последнее время начала появляться параллельность 9.6, это были sequential сканы, потом это стало развиваться и развиваться. Я рассказывал чуть подробнее об этом на московском Highload'е осенью, значит, про то, что дает параллельность. Вот. Но надо понимать, что если у вас ЛТП-нагрузка, то есть большое количество параллельных сессий с транзакциями, вам параллельность не поможет, потому что у вас и так все ядра заняты. Нечего параллельность. И так все, какие-то запросы исполняет. Если у вас аналитическая нагрузка, огромные запросы, там другое дело. Да, параллельность поможет, несколько раз вы можете повысить скорость работы. Вот. В 11-й версии Postgres появилась JIT-компиляция маленьких кусочков запросов, но она уже дает полезный эффект. Ее надо включать явно. И в пакетах, которые обычно распространяются, она не вкомпилена. Ее надо, значит, надо тогда вам Postgres самим компилять. Вот. Значит, логирование. Очень часто люди включают полное логирование, например, для того, чтобы поджибаджером исследовать свои запросы. Надо понимать, что запись лога тоже очень много чего отнимает ресурсов. Да, то, что в логе писать тоже нужны ресурсы. Вот. Было несколько случаев, когда люди забивали свой сервер записью логов, и он не мог работать от этого. Вот. Но в 12-й версии появляется интересная штука сэмплинг, когда вы можете сказать, я хочу уже не все запросы логировать, а там 5%, 7% или 50%. И поэтому вы можете и баджер удовлетворить, и тем самым диск свой не перегрузить логами. Да, через CISLOG лучше не логировать, это просто более нагрузочно. Вот. следующее направление. Это унос операции из базы. Уносить операции из базы крайне полезно. Если вы чувствуете, что она загруженная, попробуйте что-нибудь из нее убрать. Ну, условно, я так называю это application сервером. Ну, куда-то наружу. Вот. Во-первых, конечно, бизнес-логика, которая связана с вычислениями у вас в хранимках, вытаскивайте ее, это базу разгрузит. Вот. Особенно, ну, есть такие крупные серьезные системы, которые пишут настоящие профи, да, и они, тем не менее, держат бизнес-логику в базе и даже в триггерах. Вот. Но это чем-то оправдано. Например, тем, что обработка делается ближе к данным. Просто так там ее держать под большой нагрузкой не стоит, просто потому, что это создает большую нагрузку. Вот. И, во-вторых, конечно, сокращение транзакции. То есть, вот то, что можно сделать вне базы, вне транзакции, надо из базы и транзакции уносить. Ну, предобработка данных. Если вы парсите HTML, например, то это необязательно делать внутри СУБД. Вот. Но, хотя можно и там. Вот. Значит, накопление данных, то есть предагрегация данных, прежде чем укладывать их в базу, тоже может делаться вне этой базы. Вот. Значит, количество коннектов. Те, кто переходит с Microsoft SQL, они часто удивляются, почему в POSGIS нельзя сделать 30 тысяч коннектов. Ну, к сожалению, пока нельзя. Значит, надо использовать либо pool, либо на стороне приложения что-то менять. Вот. Есть такие ребята, которые программируют по старинке и каждую пользовательскую сетью с пользовательским интерфейсом отображают в одну сетью с базой данных. Это такой вот старый подход еще с мейнфреймовых времен, когда пользователь своим логином логинится в приложение, это и есть его логин в базу данных, и когда он открывает форму там редактирования чего-то там, при этом в базе открывается транзакция. И когда он нажимает на кнопку сохранить, то тогда эта транзакция коммитится. Вот. Но под высокой нагрузкой это не работает, потому что длинные транзакции плохо. Вот. Делать их не нужно. В QR-ах могу объяснить почему. Вот. Чем меньше длинных транзакций, чем меньше коннектов, чем меньше пользовательского контекста на сервере, тем лучше. Вот. Значит, если вы, если у вас есть длинная транзакция связанная с тем, что она чего-то ждет, не обязательно пользовательная, может быть, ответы какого-то внешнего сервиса. Это потенциальная возможность повысить свою производительность. Вот, например, типичная схема работы с внешним сервисом. Ну, например, это может быть сервис бронирования авиабилетов. Если вы в одной своей транзакции пошли куда-нибудь за билетиком по HTTP и долго ждете, пока там вам ответят или не ответят. Вот так делать не надо. Это длинная транзакция. То есть, не то, что совсем не надо, но под большой нагрузкой так делать не надо. Под большой нагрузкой надо делать по-другому. Надо делать коротенькие транзакции, а внешний коннектор осуществлять из внешнего демона. Вот. Это вам поможет. Дальше. Значит, реплики. Про реплики будет следующий доклад, поэтому я про них по-быстрому скажу. Ну вот, если рассматривать репликацию, здесь вот три способа перечислены. Потоковая, логическая и триггерная. На самом деле, есть еще четвертый способ, когда репликация делается проксиой или приложением, которое просто пишет сразу в несколько мест. Вот. Но поскольку это вне базы, вот про первое именно поговорим. Значит, потоковая репликация дает вам действительно хорошее масштабирование по чтению. Вы можете подцеплять несколько реплик. Ну вот, на моей практике до восьми это удавалось делать эффективно к одной машине. Вот. Но надо понимать, что рядованные реплики пригодны не для всего. Значит, для длинных запросов они начинают работать хуже. Логическая репликация лучше в том плане, что реплика является полноценной базой и на ней можно делать что хочешь, в том числе нередованные запросы. Вот. Но надо понимать, что зато она, во-первых, дороже стоит, а если она синхронная, она сильно дороже стоит. Значит, особенно сильно дороже она стоит, если на нее реплицируется длинная транзакция. Длинная транзакция на логическую реплику идут в возгрыше так. Вначале транзакция записывается куда-то целиком на мастере, причем это куда-то целиком, она, ну, вначале в память, а потом, естественно, на диск. На диск, на диск. Во-первых, может просто не хватить места, если это очень длинная транзакция. Вот. Во-вторых, когда она закоммитилась, тогда все вот это начинает передаваться на реплику. И тогда потом начинает там исполняться. Если это еще синхронная репликация, то всего этого мастер ждет, дожидается. Это очень долго. Вот. Поэтому, если у вас есть логическая репликация, то, значит, большие транзакции вам, скорее всего, противопоказаны. Вот. Ну, что такое большие, вы померите сами, когда вот увидите, что на диск начинает писаться и медленно передаваться. Вот. Триггерная репликация. В принципе, это очень мощная вещь, потому что она в большей степени находится в ваших руках. Вот. К этому относятся слоны, лондист, там другие такие продукты. Вот. Ну, и вы можете написать ее сами, на самом деле. Это достаточно просто устроено. Главное, не забывайте, если вы будете делать очередь репликации внутри своей системы, не забывайте, вот как в слонах, сделать ее со страничками. То есть вы пишете то, что надлежит реплицировать в одну таблицу, потом она кончается, создаете новую таблицу, то есть кончается, вы просто решаете, хватит туда писать. Вот. Она кончается, пишете в другую табличку, в третью, вот так страницами их создаете. Для чего это нужно? Чтобы потом их целиком зачищать. Не делить эти из очереди записи, а целиком их транкетить. Вот. Так устроены слоны, например, внутри. И вы таким образом можете сделать в свою очередь репликации. Она может быть сколь угодно умной, вы можете делать репликации не на уровне уже каких-то записей и других объектов базы, на уровне бизнес-объектов, более высокого уровня. Можете зашивать туда сколь угодно сложную логику, но если вы это делаете, вы делаете это именно ради того, чтобы реализовать более сложную логику. При этом в перформансе вы, конечно, будете терять по сравнению из потоков и с логической обычной репликацией. Значит, длинными запросами вот эта тема важна, поэтому я ее отдельно коснусь. Значит, вот если по ссылке на документацию почитать, вы там увидите, есть куча параметров, которые рулят репликацией. Оказывается, если вы исполняете длинный SQL-запрос, там, селектите что-нибудь на реплике, вы можете получить ошибку, потому что пока этот запрос крутится, данные, которые в нем использованы, уже зачищены вакуумом на мастере, и это приехало по репликации, вот уже нету чего-то, что вам сейчас надо прочитать. В этом случае у вас запрос будет убит. Вот, и вам на самом деле просто надо научиться в приложении такие запросы исполнять еще раз. Ну, не получилось, срубили один раз, выполним еще раз. Вот, и если ваш запрос достаточно часто сваливается таким образом, тогда можно сказать, что этот запрос длинный, он проблемный. И тогда люди начинают подстраивать параметрами, вот которые здесь описаны, чтобы, там можно что-то сделать, но, к сожалению, не всегда. Вот, вот, MaxStandbyStreamingDelay позволяет вам сделать так, например, чтобы реплика могла отстать вот на это время ради того, чтобы не удалять записи, нужные какому-то блоке, нужные какому-то запросу. Вот, ну, соответственно, по умолчанию 30 секунд, вот, то есть 30 секунд не будут накатываться новые изменения, если они мешают вашему запросу. Но вот если какого-то одного запроса, например, оно ждало, там, 29 секунд, накопилось отставание, ну, запрос проскочил, все отлично. А тут вы сразу раз гоните еще один такой же, а на него уже не осталось, его срубят все равно. Вот. Значит, дальше, вот там на мастере там вот можно указывать такой параметр, для вакуума, который будет откладывать вакуум на некоторое время, что интересно, этот параметр не в секундах, а в штуках, в количестве транзакций, вот, который тоже будет отложить немножко зачистку вакуума, но понятно, что при этом блоут базы будет у вас подрастать, вот, и она будет медленнее работать, имею в виду мастер. Вот. Есть такой интересный параметр хостендбайфидбэк, хитрый параметр, устанавливается на реплики, вот, тоже в доке почитайте, там целая история, вот, он сделан для того, чтобы явно сообщать мастеру, мастер, подожди, мне вот это вот нужно, мне зачищай вот это конкретно, то есть не как в случае с дефером, когда вы просто говорите ему столько-то секунд, ничего, значит, не счищай, дай время реплики, он говорит, я вот это, это, это я использую, не стирай это пока вакуум, вот, к сожалению, он работает не всегда, и вот есть там, вот на Кеметфесте целая история про это, но вот Александр Коротков может быть все-таки доведет ее до конца, и хостендбайфидбэк начнет работать правильно, вот, пока что резюме от всего этого, что очень длинные запросы на реплики, но они в любом случае они чреваты, конечно, увеличением Блоута на мастере, потому что надо же данные эти где-то хранить, или запаздыванием реплики, чем-то из этого они чреваты, вот, ну вот сейчас там пытаются сделать так, чтобы вариант с хостендбайфидбэком, который достаточно, является достаточно аккуратным подходом к решению этой проблемы, чтобы он все-таки заработал всегда, вот, поехали дальше, секционирование таблиц, новая тема, которая в подвеси развивается вот уже несколько лет, значит, сейчас пока еще ПЖ-пасман в большинстве случаев быстрее, хотя встроенный декларативный так называемый партишнинг уже почти догоняется в 12 версии, мы ожидаем, что догонит и перегонит, вот, соответственно, если у вас старый позвеси, вам надо использовать ПЖ-пасман расширения, если новый, то есть 11 и больше, можете смело уже использовать встроенное партицирование, вот, зачем таблицы вообще надо партицировать или секционировать, как правильно, не знаю, но это одно и то же, во-первых, как ни странно, если вы просто делаете обычные запросы по партицированию таблицы, это будет медленнее, чем если вы будете делать такие же запросы по одной таблице, но в ряде случаев все-таки польза есть, например, если у вас, вы знаете, что все запросы у вас попадают в одну партицию какую-нибудь, и это sequential scan, ну тогда да, он будет быстрее, потом, если все запросы попадают в одну партицию, то вы можете эту одну партицию положить на какой-нибудь быстрый диск, например, дорогой, а все остальное свалить на дешевый и медленный, но вакуум, вакуумить огромную таблицу тяжело, вакуум не идет в один поток одной таблицы, поэтому вы замучаетесь ее вакуумировать, а вот отдельные секции гораздо лучше, то же самое вы сможете транкетить по частям, например, если у вас есть, вот как я рассказывал про очередь, если у вас есть какая-то временная штука, которая нарастает все время, вы можете старые данные целыми партициями транкетить, зачищать их по одной, а новые все время дописывать, значит, параллельное исполнение запросов может по партициям иногда вам там помочь в некоторых случаях, а также хорошо, что вы можете иногда с секциями работать напрямую, а иногда вот через таблицу, которая на них поделена, но всегда думайте, как посекционировать, а также что, если вам придется менять схему секционирования, ну добавлять секции, например, дробить их, думайте заранее о том, как это делать. Следующий важный кусок – это асинхронная обработка, это очереди, про очереди мы немножко поговорили, значит, очереди позволяют сбалансировать нагрузку на запись, очереди позволяют вам разгрузить базу в том смысле, о котором я говорил, вот, в общем, очереди – это крайне полезная вещь, значит, очередь, если у вас все гонится в базу через входную очередь, вы можете приостановить свою базу, даже там накопить в очереди что-то, в общем, это вещь очень хорошая. Если у вас есть высокая нагрузка, пропускать входной поток через какую-то очередь – это здорово, но только следите при этом, чтобы очередь была персистентная, то есть могла, не теряла данные при рестарте, например, вот, а также, чтобы она сохраняла порядок доставки, иначе у вас что-нибудь может удалиться раньше, чем оно создано. Это тоже нехорошо. Вот, очереди могут использоваться и для постобработки, например, отложенной денормализации, отложенной синхронизации с какими-то другими системами, генерации отчетов и прочее, и прочее. Вот, значит, следующий кусок. Многие думают, что вот давайте разделим базу, значит, на части, сделаем шардинг, и это поможет. В целом, да, то есть, если вы хотите масштабировать нагрузку по чтению, вы можете доставлять реплики или донли, но масштабировать нагрузку по записи кроме шардинга другого способа нет. Поэтому все большие системы, они рано или поздно приходят к шардингу. Вот, ну, это может быть там какой-то географический шардинг, там, шардинг по IDAM пользователей и что-нибудь еще. Вот, и шардинг выполняется чаще всего в наше время на уровне приложения, хотя и на уровне самой СУБД тоже пытаются люди создать какие-то средства для шардинга. Вот, ну, и помимо шардинга могут быть какие-то архитектурные решения, когда вместо одной системы есть несколько, там, сложным образом взаимодействующие между собой. Ну, вот, шардинг к уровню СУБД в пользовательстве начался с таких вещей, как пользователь с Excel и pg-shard. Это было где-то примерно 4-5 лет назад. Ну, вот, pg-shard потом перестал развиваться, а компания Cytos, которая его сделала, сделала свою базу полукоммерческую Cytos DB, которая потом стала open source, потом Cytos купил Microsoft. В общем, их направление, судя по всему, завяло или завянет. Значит, Greenplum весьма удачный форк Postgres, который годится только для аналитической правдой нагрузки, но зато он очень хорош в том плане, что это единственное решение, которое позволяет работать с сотнями и даже, говорят, тысячами шардов. Но рано или поздно эта функциональность появится и в Greenplum в Postgres, в частности, и мы над этим работаем. Значит, Postgres XL хорошая штука, она, правда, невезучая, потому что несколько раз у нее менялось название «Хозяева-разработчики», она переезжала в Китай, возвращалась из Китая, вот, она, в частности, сейчас стоит внутри биллинга, кажется, в WeChat, китайский такой, есть самый большой в мире чат, вот, но она не позволяет так сильно масштабироваться, как Greenplum, зато она как-то пригодна более-менее и для ULAF, и для LTP, но у нее есть единая точка отказа, то есть отказоустойчивость она не совсем вам обеспечивает. Вот, значит, в нашей компании идет работа над расширением PGE-шардвана, она пока экспериментальная, для прода еще не годится, но скоро сгодится. Значит, отличие в том, что оно делается максимально на встроенных в подгресс вещах, то есть на FDV, на парализации сканов, значит, поэтому шарды, например, могут лежать и не в подгрессе, а в каких-то других сторожах, вот, но, тем не менее, там еще много всяких проблем нужно решить. Она уже сейчас умеет хорошо масштабироваться по записи, но чтение пока еще хромает, но этот вопрос решим. Вот, значит, шардинг уровня приложения пока что предпочтительнее, потому что приложение умнее, оно больше знает о данных, чем с UBD, вот, и вы там можете просто быть более гибким, хотя, значит, мечта о том, что база данных сделает за нас все, она есть, и она, в общем, совершенно оправдана. целостно-резервное копирование, кстати, ни в одном из имеющихся шардинговых решений для пользователя пока нет. Вот, надо понимать, что, значит, вы можете бэкапить каждый шарт по отдельности, а вот транзакционно, значит, сделать снапшот такой, со всего кластера пока никто не умеет. Вот, над этим тоже, кстати, работа идет, на пожеконстве Федор Сегаев об этом рассказывал. Ну, и другой вариант, который более глубокого архитектурного продумывания требует построения не одной системы, а целого комплекса, который асинхронно как-то между собой бы заговаривался. Вот, так тоже делают, но, соответственно, это сложно и редко. Вот, и подходя к концу заклада, я вот о чем хотел сказать, что, обратите внимание, есть такая закономерность, что у нас есть революционная СУБД, которая дает нам, значит, транзакционность, ACID, значит, дает нам временные таблицы, что там они нам еще дают, хранимые процедурки на всяких языках, вот они все дают, но чем дальше мы идем в производительность, тем меньше вот этим всем богатством, этой всей роскошью мы можем пользоваться, и в конце концов мы доходим до того, что мы просто пишем и читаем, пишем и читаем. Вот, спрашивается, зачем тогда, почему мы берем вот эту вот полноценную СУБД со всем этим стандартом SQL, там, CTE многоуровневый и так далее, вот, почему же мы тогда не используем вместо СУБД что-нибудь другое. Вот, ответ такой, что в любом реальном приложении высоконагруженная часть, она, как правило, небольшая, то есть есть какая-то функциональная часть, большая с точки зрения функциональности, и высоконагруженная часть, узкое место, большое с точки зрения нагрузки, вот, и причем заранее вы не всегда знаете, где это разделение пройдет, поэтому вы начинаете проект с большой полноценной СУБД, а потом какие-то части начинаете оптимизировать и до достаточно высокого или глубокого уровня вам, возможно, СУБД хватит, вот, но, да, вы не используете высоконагруженные части временных таблиц, но в низконагруженные части сколько угодно, никто этого не допрещает, вот, поэтому надо не боясь высокой нагрузки спокойно начинать с нормальных СУБД, возможно, вам ее хватит, вот, хорошо, значит, кликеры у меня перестают работать, наверное, у меня уже, а, вот, нет, все-таки работать немножко, вот такая конференция будет в Москве, значит, я в пользу случаем всех туда приглашаю, в том числе с докладами, а мой доклад на этом завершен, спасибо. Вопросики? Поднимите ручки и задайте вопросики, да, вставайте, спасибо. Иван, большое спасибо за доклад, меня зовут Максим, компания Яндекс.Деньги, я хотел бы спросить, вот, вы рассказывали по поводу того, чтобы быстро работало приложение, то есть, шардирование, партицирование, ну, прочие вот эти вот детали, именно настройки Postgres, там, ну, для какого-то конкретного приложения, что-то можете сказать по поводу того, что вот сейчас, скажем так, там эпоха контейнеров и тому подобного, вот, что лучше с точки зрения утилизации железа, это один инстанс Postgres, и в нем, допустим, ну, не знаю, там, 6000 баз данных для разных приложений каких-то, или это несколько, там, контейнеров с Postgres, хорошая тема, поменьше баз. Да, тема супер на самом деле, как, что делать, там, хранить 6000 баз в одном инстансе или нет. Дело в том, что внутри одного инстанса у вас Postgres умеет перераспределять ресурсы кое-как. Значит, между инстансами ресурсы не переходят, то есть, если Postgres сделал какой-то шарит память, например, к инстансу, она к нему так и останется привязана, он сейчас на лету не может ее отдать. Это некоторое неудобство для всех облачных, ну, или вообще многоинстансных вещей. Такое есть. Вот Федор Сегаев сейчас пишет патч, который позволит Postgresу брать и отдавать шарит память. Вот, тогда станет он более адаптированным к тому вот контейнеру, миру контейнеров, как вы говорите, вот, ну и вообще к облакам. Вот. Ну, на самом деле, конечно, голое железо всегда лучше. Издержки на виртуализацию, на контейнеризацию, они есть, никто их и не отменял. Значит, есть сложности такого уровня, что с какой скоростью, например, работает ваша операционная система с контроллерами железа, она может сильно отличаться виртуальной и в реальной среде. И когда у вас там приложение много-много пишет, у вас это должны знать, вот, то тогда важно, чтобы очень возможности контроллер железа очень хорошо были известны ядру. Иногда виртуальность прячет это. Вот, и вы можете упереться там в кратные какие-то различия в производительности. Лучше все-таки один инстанс и в нем побольше. Ну, то есть, в принципе, с точки зрения производительности общей, там, это так, да. Хотя, наверное, в каких-то отдельных случаях можно дать и другой ответ. Спасибо. Добрый день, спасибо. Вы упомянули какую-то будущую магию про подбор костов. Можно чуть поподробнее с какой-то стороны? Подбор параметров костов. Может быть, еще каких-то автоматических. Смотрите, на самом деле, сейчас вообще очень много идет работы по поводу того, чтобы Postgres мог сам настраиваться в каких-то смыслах. Но Oracle, как известно, объявил, что они теперь автономная база данных, настраивать их не надо. Но вот это в головах у всех есть. В частности, подбор параметров, какие-то элементы машинного обучения. Над этим разные люди в мире работают. у нас там в Postgres Pro тоже работают. То есть какие-то оценки такого рода они будут корректироваться по ходу. Она работает при этом и соображает, что надо чуть-чуть изменить оценки. То есть это не на уровне инсталлятора даже, а в процессе работы классирования? На уровне инсталлятора это самое простое, конечно. Но это неинтересно. Но этого нет. Это все равно откуда-то должно определиться. Если человек сам не знает, инсталлятор должен быть очень умным или он должен быть очень медленным, он должен померить. Но таких инсталляторов, которые мерили бы производительность так всерьез, ну, что-то я таких не видел. А вот по ходу дела там чуть-чуть корректировать это нормально. Спасибо. Микрофончик. Микрофон по первому ряду. Отлично. Алло. Здравствуйте. Спасибо за доклад. Можете, пожалуйста, по поводу секционирования. Вот выбор ключей. Вы говорили, вот грамотный выбор ключей, вот он нужен. Можете поделиться, пожалуйста, вашим best practice? То есть секционировать по ключам, по датам или еще какие-то варианты? Ну, понимаете, это от приложения зависит. То есть если у вас действительно есть четко выделяемый какой-то кусок данных, который называется новое оперативное данное, в этом случае вы секционируете по датам. Особенно, если вам надо зачищать старое. То есть если у вас какая-то существенная часть работы идет с последними данными, тогда да. Но на самом деле часто бывает, что нет. Потому что когда системы развиваются, оказывается так, что архивных данных столько же, сколько новых. И потом то есть это у вас неровные такие сегменты. Поэтому может быть интереснее будет делить как раз по клиентам, например. По клиентам как-то. Если вы делаете не просто секционирование шардинга, можете по географическим зонам еще разносить. Но это не то, что здесь можно дать рецепт или без практики. Без практики сделайте модель и померите. Вот это без практики. Может быть это очевидно, да. Но не очевидно то, что не всегда подойдет вам именно протектирование по времени, особенно в развивающей системе. Если это хороший бизнес, он растет экспоненциально и там вам это не поможет. И еще шардинг может быть многоуровневый, даже деления по времени вам может не хватить. И тогда вам надо будет и по времени еще почему-то. Спасибо. Иван, спасибо большое за доклад. Как всегда очень интересно появляются новые мысли. Вопрос про шардирование. У меня есть рабочий кейс и возник интерес при шардировании могу ли распараллелить снятие бэкапа и какой тип бэкапа вы предпочитаете на шардированных базах? Ну смотрите, как я уже говорил, вы не сможете сделать сейчас на шардированной конфигурации целостный бэкап. Это главная проблема. Но опять же работа над этим идет. Если посмотреть доклад Федора Сегаева на пожеконфе этого года, он там рассказывал про некоторые снапшоты, которые можно будет снимать с отдельных шардов, и их можно будет снимать очень дешево и практически мгновенно, и потом уже можно будет их бэкапить. Ну вот это через пару версий подвеса только выйдет. На самом деле сейчас мы ожидаем, что в этом году в Postgres Pro это станет доступным как экспериментальная фича, а когда это доберется до общего доступа, это соответственно еще парочка лет. После этого вы сможете сделать из шардов уже целостные бэкапы. Дальше, если вы шардите по времени, например, но шардить по времени не так интересно, как секционировать по времени внутри одного инстанса, но если вы шардите по времени, тогда такой проблемы не будет, потому что старые шарды, на них уже мало апдейтов, например, и вы можете наплевать на целостность масштабах, вы можете их бэкапить редко и по отдельности. Старые вещи лежат отдельно, вы их бэкапить отдельно и редко. Но это то, что приходит в голову. Спасибо. Спасибо за доклад. Меня зовут Кирилл. Вопрос по поводу временных таблиц в контексте SQL Server. Стоп! Где вы, Кирилл? А, вижу. Повторить? Тут просто ламп светит в глаза, я не сразу вас увидел. Слышно же, да? Да, слышно. Вопрос про временные таблицы, но в контексте SQL Server. Вот вы упоминаете, что их нужно как бы снижать их использование. Если все-таки есть фактовые таблицы, там, скажем, три или четыре и не связанные данные, но в отчетах они через временные таблицы как бы joinятся. Правильно я понимаю, что надо переносить тогда на application layer эти join'ы? Какие еще альтернативы? Ну, смотрите, я же не говорю, что вообще не надо использовать временные таблицы. Может быть, для чего-то и надо использовать. Просто в подразумении они реализованы более тяжелым способом, более ресурсоемким, чем в Microsoft SQL. Вот. Поэтому в них можно упереться раньше и быстрее. Вот. Что-то вот появилось в Postgres есть такая вещь, как JSON, там, всякие сложные агрегаты, CTE. Благодаря этому вы можете то, что раньше вы делали с помощью временных таблиц, сделать с помощью вот этого всего. Это будет работать быстрее, эффективнее. Вот. Надо пробовать. То есть с помощью рекурсивных CTE можно делать вообще что угодно. плюс JSON агрегаты и, пожалуйста, вы получите многоуровневые отчеты там с разнотипными какими-то данными. Может быть, вот это поможет. Здравствуйте. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос такой. Насколько я слышал, есть возможность подселить одну таблицу с какой-то базы данных, ну, допустим, с другой базы данных на отдельные базы данных. Юскейс такой. Есть приложение, точнее, не одно, а несколько. И есть одно приложение, которое работает на запись для, допустим, таблицы пользователей. И мы хотим эту таблицу расселить на остальные базы данных, которые привязаны к другим приложениям, как Redonly. Как что? Только для чтения. Еще раз. Вот есть приложение, которое пишет в базу данных пользователей. Мы хотим эту таблицу не синхронизировать данные каким-то там на уровне репликейшена, а мы хотим на уровне базы данных, на уровне постгресса просто дать другим базам данных доступ к этой таблице Redonly, только для чтения. Каким образом это лучше сделать? Чтобы не дублицировать данные. И это какая-то лайф-реплика должна быть. Ну, смотрите, нет, но вы можете там из других баз данных подцепить через FDV эту таблицу, она будет видна у вас везде. Foreign Data Rapport нормальная, хорошо работающая вещь. Даже если это будут отдельные инстанции на разных физических машинах, тогда мы можем уткнуться в Net Connection, правильно? Можете, да. Можете. Но тут даже эти данные Redonly нужны, да? Да, но опять же, хорошо, а как мы будем работать с выборкой, как там с ключами, с индексами, все это обстоит, дела? Все нормально? Через FDV вы имеете SQL-интерфейс, все то же самое можете сделать. А если вам не хватает коннектов, ну куда-нибудь отложите на реплики, Redonly, будете иметь доступ к ней. С этим проблем не должно быть. С этой минуты мы можем ответить на платные вопросы. Вот, пожалуйста, 500 рублей, будьте любезны. Ладно, ладно, за счет Highload. Еще один. Пока передают микрофон. Друзья, в 19.00 интеллектуально-развлекательная игра «Мозгобойня», традиционная для Highload. Записаться на нее можно слева при выходе из этого зала. Спасибо за доклад, Сергей, Киопшин. У меня каверзный вопрос. Говорите, есть JIT, JIT ускоряет, но почему он по дефолту выключен, что с ним пошло не так? Я точно не знаю, почему по дефолту его не включают, может быть, боятся, но просто для JIT нужен, не каждый компилятор подойдет, и потом JIT не на всех платформах там есть. Вот, если вы хотите JIT, вам надо собирать этот шланг, а не JTC. возьмите и соберите, ничего сложного, он работает. Окей, если мы его соберем, дает ли это буст? Можете привести примеры, где это вообще поможет, а где это не поможет? Ну, смотрите, сейчас он помогает, если у вас есть арифметические выражения внутри селекта. То есть, если вы, например, пишете селект, там, х плюс у умножить на z, вот такое выражение, вот оно заджитится, вот, ну, или где-нибудь еще там в это же такое выражение есть, оно заджитится, вот. Сам по себе план исполнения запроса нет, на него это пока не распространяется. То есть, были всякие исследования на эту тему, несколько групп этим занималось, в том числе в Институте системного программирования РАН были ребята, которые это делали, они докладывали об этом года три, наверное, назад на Европейской конференции по ПОСГРСу, вот, их решение было, в принципе, очень хорошим, но грант на следующий год они не получили, кто-то им там не дал, не знаю, и, по-моему, они забросили это дело. Я рад буду ошибаться, но от них что-то больше ничего не слышно. Или они потом получат грант и продолжат. Ну, не знаю, тема JTA, она, в принципе, очень глубокая, то есть, хорошо бы, чтобы весь SQL-запрос можно было во что-то скомпилировать там, на лету, или как, вот, но пока это только на очень небольшую часть распространяет, соответственно, не всем поможет. Окей, понятно, спасибо. И последний на сегодня вообще. Это продолжение, уточнение. Можете перечислить, какие части компилируются? Ну, вот вы сказали, арифметические операции, наверное, еще битовые маски туда же входят? Что вообще умеет компилировать? Я насчет битовых масок не знаю, арифметические операции знаю, вот. Те вычисления, которые у вас там идут, вот, все эти выражения, все они JTA. Ну, поскольку коротко, то вот на последнем ряду, давайте еще возьмем, да, и на мозгобойню записывайтесь, друзья, не просто так день должен закончиться. Спасибо за доклад, спасибо, что увидели меня. Вот, у меня вопрос, ну, у меня одно уточнение по поводу оверхеда докера и, ну, контронеризации, виртуализации, то есть для больших, наверное, объемов это имеет значение, но для стандартных кейсов там оверхед буквально 2-3 процента и я не думаю, что это имеет какое-то значение. Это имеет значение действительно при больших нагрузках. Чтобы не пугать просто людей, у которых там… Не-не, виртуализация хорошая штука, конечно, я же, как можно быть против виртуализации в наш, как и там говорилось, контейнерный век. Нет, но на больших нагрузках, да, упираются люди в это иногда. И по поводу партицирования, я, может быть, упустил, вы про TimeScaleDB ничего не говорили, правильно? Да. Вот. Это такое расширение, которое работает, ну, как extension на 9, 10, 11, там, ну, 12 будет работать. Оно умеет его внешние ключи, оно интегрируется в планировщик запросов и оно значительно лучше встроенного и при этом оно, ну, ориентировано, само собой, на время, то есть у него первичным ключом должно быть время, но это не обязательно, можно любое монотонно возрастающее. Да, TimeScaleDB интересная штука, она сделана на базе ПЖПасмана, о которой я говорил. Вот. Полежная вещь, да. Рекомендовал бы посмотреть. У нее куча всего автоматизированного и руками не нужно. Там есть retention удаление устаревших чанков автоматическое и там есть возможность менять объемы чанков. То есть следующий чанк будет, например, там, две недели, когда вы экспоненциально растете, вы можете чанки просто одной командой говорить, что теперь ты один день, теперь там три часа и все это параллелится на разные чанки, если мы режем в разные временные отрезки, например. Да, все так и есть. Хорошая вещь. Все, спасибо. Спасибо за рекламную паузу. Отлично. Иван, кому мы сделаем подарок за хороший вопрос? Фух, их столько было много этих вопросов. Всего один. Каких? Хороший. Хороший? Да, да, да. Да нет, хороших было много вопросов. Я думаю, что про за вопрос про джид-компиляцию мы дадим приз. А вы здесь, да, еще? Вот. Прекрасно. Сейчас к вам, ну, так что видите, 500 рублей обнулились, как бы все нормально. Иван, спасибо, благодарность от оргкомитета и аплодисменты от слушателей. Спасибо.